В имя Отца и Сына и Святаго Духа. С воскресным праздничным днём вас сердечно праздновляем, дорогие братья и сёстры. Сегодня неделя 35 по Пятидесятнице. Поздравляю вас также и с престольным праздником, который сегодня многие наши братья и сестры празднуют и молятся сегодня в храме, который освящен в честь иконы Божией Матери от рада и утешения, память, которую мы сегодня как раз совершаем в церкви. Сегодня икона, которую Архимандрит Ипрем из Афона принёс в наш град, в Россию. И здесь вот икона, которой мы поклоняемся, это как раз дар Архимандрита нашему с вами приходу. Ну, радуемся вот этому празднику, праздничному днём. Сегодня, дорогие братья и сёстры, мы слышали с вами евангельское чтение, которое рассказывало нам о том, как Господь наш Иисус Христос шёл со своими учениками в Иерусалим, они проходили город Иерихон, и там возле дороги сидел слепой человек. Этот слепой человек, услышав, что какой-то шум и много людей идёт, спросил, что происходит. И как мы с вами слышали сегодня, ему ответили, Иисус из Назалета идёт вот со своими учениками. Ну, и, конечно, здесь мы должны такое отступление сделать, дорогие братья и сёстры. Мы понимаем, что этот слепой человек уже знал, о ком речь идёт. И позже Господь Иисус Христос исцелил его, и он получил дар телесных, здравия телесных отчей. Но для того, чтобы этот дар получить, получить исцеление от Господа Иисуса Христа, должно было исцелиться и отчам духовным этого человека. И мы с вами прекрасно понимаем, что он уже воспринимал идущего Иисуса из Назарета, как он позже и сказал, Иисус сын Давидов, уже очевидно воспринимал его как Мессию. Потому что слышал, мы понимаем с вами слухи о том, что он удивительные чудеса творил, чудеса милосердия и любви ко многим людям, которые многие тяготы и болезни свои терпели в этом мире. И он шёл им навстречу. Ему это было понятно. И он закричал, как мы с вами слышали сегодня в евангельском чтении, Иисус сын Давидов. Он назвал его сын Давидов. То есть таковым, какой должен был быть Мессия, которого ждали иудеи. Ну и мы с вами знаем, что сердовольные ученики, окружающие Господа, слушатели, которые шли вместе с ним, стали увещевать его. Ну что ты кричишь? Действительно устали. Шли долго по этой пыльной, жаркой дороге. До Иерусалима ещё много идти было. Устали. Учитель устал. Помолчи. Так же, как и мы часто с вами поступаем, когда приходит человек и говорит, батюшка, я хочу я батюшку видеть. Что ты, вы батюшку там останавливаете? Он сегодня с 7 утра исповедующий, он устал. Нет, родные мои. Пускай священник сам разберётся с вопросом, с которым человек пришёл. Вот этот слепой человек отреагировал правильно на то, что его увещевали. А он ещё громче стал кричать. Иисус сын Давидов, помилуй меня. В общем-то, в принципе, мы с вами понимаем, почему он так повёл себя. Ясно было, что если бы сейчас Иисус из Назарета прошёл мимо со своими учениками, ну и так и остался бы до скончания дней своих этот человеку к дороге, просить милости, не будучи слепым человеком. Отчаяние, может быть, и последняя надежда его подвигла к тому, чтобы он настойчиво закричал, что Иисус сын Давидов, помилуй меня грешного. Почему мы говорим здесь о том, что он сначала прозрел духовными очами? Дорогие мои, а если бы здесь по этой дороге мимо него проходил бы, ну, предположим, Каиафа, первосвященник, или другие знатные люди, даже царь Ирод. Скажите, кричал бы он там, например, Каиафа, первосвященник, помилуй меня. Нет. Ну, понятно, что нет. Понятно, что Каиафа, не царь Ирод, если бы его там проносили мимо него, не помогли ему в той просьбе, которую он Господу как раз чуть-чуть позже как высказал. Помните, да? Господь, смотрите, Павел немножко выдержал, для чего это тоже нужно было. Все-таки, как бы, чтобы укрепить его в вере. Нет. Потому что, ну, другой человек мог так отреагировать. Сказали ему, ну, наставник, учитель устал. Ну, что ж я буду ему досаждать? Да ладно, посижу я здесь, как уже и есть. Как? Бог судил мне. Нет. Он исполнил то, чему Божий Господь нас с вами учил. Стучите. То есть, настойчиво обращайтесь. Ищите. И тогда вам отворится, и тогда вы обрящите, найдете то, что необходимо. Стучать. И он стучал. Он стучал, этот человек. Когда Господь позвал к себе, чтобы привели этого слепого человека, он просто спросил его, чего ты хочешь? А тот ему сказал, прозрить. Хорошо, прозри. Вера твоя спасла тебя. И вот тут слова тоже, которые нас с вами тоже удивляли совсем недавно. Помните, когда десять покаженных Господь исцелил, да? И один вернулся, благодарил его. И ему те же слова Господь сказал. Вставай, иди, вера твоя спасла тебя. Ну, как же так? Человек еще живой. Что он не будет грешить больше, больше, что ли? А Господь говорит, что он уже спасенный. Вера твоя спасла тебя. Но мы, дорогие мои, должны смотреть на то, как повел себя тот прокаженный, как повел сегодня этот слепой человек. Он стал славить Бога за то, что произошло, и пошел за Господом Иисусом Христом. Дорогие мои, мы очевидно, ствердо можем сказать с вами, что это вот эти два человека были первыми христианами на земле, может быть. Потому что буквально несколько лет пройдет, и начнутся страшные гонения на них. И они, получив исцеление, что один, что другой, могли бы жить как припеваючи, как и другие люди здоровые на земле, а они пойдут на косты, где их будут сжигать, где ввергать их в рвы со зверями. И они Христа ради жизни, которую Он даровал им, они отдадут за любовь к Нему, за ту истину, которую они обрели вот в тот момент, когда услышали глаз Бога и откликнулись на Него. Почему мы говорим о важности того, чтобы даже в первую очередь, чтобы исцелились наши очи духовные, очи духовные? И чем отличаются телесные очи от духовных очей? Вы знаете, когда-то Господь фарисеям сказал, почему вы не понимаете и не откликаетесь на речи Мои? И сам же ответил на этот вопрос, потому что вы не от Бога. Родные мои, это очень важно. Почему вы не слышите и не понимаете то, что я вам говорю? Потому что вы не от Бога. И здесь я хотел бы опять вспомнить те слова, когда Господь Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А теперь давайте сравним, в чем состояние нашего. Ну, вас, я говорю о вас, о всех, дорогие мои. Когда мы открываем Священное Писание, Евангелие, что мы там видим, и как мы воспринимаем то, что читаем в Священном Писании? Мы видим там обращенное к нам Слово Бога. Или нет? Да. Мы слышим, что Он нам говорит. И многие люди даже, когда находятся в каких-то тяжелых ситуациях, им нужно ответ на то, как поступить в данной ситуации, не зная, как поступить. Что они делают? Молятся Господу, Господи, открой мне Евангелие, открывает Господь Евангелие, они читают и получают ответ на свои недоуменные вопросы, на трудности, которые возникают у них. Слово Божие для нас, это Слово живого Бога, обращенное к нам. А теперь, это у вас, вот кто сейчас здесь стоит. А если безбожник берет эту книгу, что он видит в ней? Он открывает и видит, что там? Буквы. Он видит буквы, которые складываются в слова, которые складываются в предложении, и больше ничего он там не видит. Это очень важные слова, которые Господь нам сказал. Вы понимаете все то, что Он говорит, то, что я говорю, Господь сказал от себя. Потому что вы от Бога, вы все, которые здесь стоят, вам Господь очи духовные открыл, и вы понимаете это. И вот смотрите, мы сегодня с вами читали Евангелие, я не знаю, как другие. Ну, или так, я начну с другого. Когда мы в Страстную Седмицу с вами проходим, и погребение идет, почему люди плачут? Почему люди плачут? Дорогие мои, мы не просто вспоминаем то, что когда-то произошло, 2000 лет назад, с лишним. Мы это не вспоминаем. Мы там присутствуем. Вот что важно. И каждый год мы это переживаем вместе с теми, кто стоял на Голгофе у Креста Господня. Разве не так, родные мои? И даже сегодня, вот я читал это Евангелие, вы знаете, я не знаю, как другие, я точно шел вместе со той толпой людей, которые сопрождали Господа. Я шел тогда, 2000 лет назад, с лишним, вот по этой жаре, в этой пыльной дороге. Я видел это слепого, который взывал Господу. То есть Бог вчера, сегодня и завтра один и тот же. Он не меняется. И мы не просто вспоминаем исторические какие-то события, мы их сопереживаем. Мы живем, мы участвуем в них, родные мои. Мы в них участвуем. Именно поэтому, когда погребение происходит, и рыдаем, и все, и слезы с наших глаз капают, потому что мы еще в другом положении, чем те люди, которые в те времена были. Мы уже все знаем, и что дальше будет. Что же мешает людям достичь того, чтобы открылись их очи духовные, чтобы действительно понимать, что в Слове Божьем написано, и чтобы воспринимать то, что в церкви происходит. Как добиться этого? Дорогие мои, единственный путь. А, кстати, безбожники, они говорят о том, что почему они неверующие. И вы знаете, вот общаясь с ними, часто понимая, что они тоже в недоумении. Раньше можно было про нас всех, вот которые сейчас в храме стоят, сказать просто необразованные, отсталые, там люди какие-то забитые, затюканные и тому подобное. Но ведь это не так. И тут большая часть людей, особенно в городских храмах, это люди с высшим образованием, это образованные люди. И вызывает это неудовиение, и тогда начинают говорить о том, что мы неверующие. Не потому что мы, понимаете, здесь получается, нужно признать себя ущербным. То есть, то, что Бог тебе еще не дал, не открылся твои, как бы, очи твои духовные, не открыл тебе. Попробуй ты признать это. И начинаешь ссылаться. Вот наука, я умный человек. Наука доказала, что там Бога нет или какие-то другие вещи. Врут. Врут. Они же обманывают. Ведь как раз наука так подтверждает, все, что мы говорим, уже надоело об этом говорить. Я когда-то приводил слова, которые мне понравились, западного ученого, который говорил, мы так долго, с таким трудом покоряли склоны науки, и когда забрались на вершину, увидели там богослову с распростертыми объятиями. Родные, нас увидели, которые давным-давно говорили многие вещи, которые наука сейчас подтверждает наше воззрение. Они обманывают, идут на обман. И до сих пор я постоянно говорю, у детей наших и внуков учат в школах по Дарвину гипотезы, предположения человека, которые ничем не подтверждаются вообще. То есть это пустое место. Но, если от этого отступить, то получается, что они должны признать, что был действительно, как ученые говорят, как ученые говорят, что был действительно гениальный творец всего окружающего мира. Настолько он поразительно, точно и удивительно, мудро устроен, как любой живой организм. Не хотят этого. И поэтому ссылается на то, что наука что-то там доказала, ничего она не доказала. А почему очи их духовные, закрытые, только по одной всего лишь причине. Родные мои, грязное сердце, грязная душа. Вот и все. В заповеди блаженства что сказано? Блаженный чистый сердцем только те увидят Бога. Мы это понимаем. И пусть мы не ангелы, вот каждый из нас. Мы постоянно падаем. Но, родные мои, мы должны четко с вами знать, не падающий не встает. И нам нужно вставать, потому что идет борьба мощная против нашего спасения. Мы встали на спасительный путь. Господь уже открыл нам свои премудрые тайны и премудрости свои. Мы уже пошли этим спасительным путем. Что мы будем спокойно идти? Куда ведет широкий легкий путь? Совсем в другое место. В погибель ведет. А вот ко спасению, дорогие мои, тут будет противление. Именно нечистота сердечно не дает этим людям ничего увидеть. Они в обресе почивают. И оправдывают это. Вот почему сейчас такая оголтелая кампания против нас с вами, против церкви. Она же началась. Началась в России. И уже у нас это происходит. Уже у нас это происходит. Почему? Потому что, понимаете, дело в том, что мы говорим о том, что такое грех. Мы говорим, почему так вести себя нельзя. И каковы посредствия. И это колет. Это колет людей. Для них, почему они так кричат священники там постоянно на телевидении и тому подобное. Ну, вообще-то, конечно, не так давно была программа про выпуск звонарей. Наш приход с вами красиво там показали. Мама смотрела и говорила, что так здорово все показали. А, ну и еще тут Матвей наш не так давно давал комментарии как раз по поводу на того, что хакерская была атака на наши православные сайты. Вы знаете об этом, нет? Не именно белорусские. На белорусские православные сайты была хакерская атака, когда вот как бы комментировал Матвей и говорил об этом. То есть, конечно, вражда усиливается. Почему? Потому что мы являемся как бы напоминанием их совести о том, что они неправильно многое делают. мы являемся их совестью. И как только священник появился на экране, тут же начинается бесовщина. И до чего доходит, берем классические примеры, ангел, который приближен был к Богу. Вот ангел был приближен к Богу. Что он вдруг ощутил? Что он равен ему? Он своей гордыне, вообще это поразительно, он видел, как Бог творил окружающий нас мир, что все в его руках, он всемогущий, и он в своей злобе вот этой, началась с гордыни, в злобе, так и остался озлобленный. Вот в то место, куда Господь Бог его определил, и он до сих пор, как рыкающий лев, огрызается. Так же и у людей, дорогие мои, как можно понять, хорошо, Иуда Искариотского, ближайший ученик Господа, один из 12 апостолов, в серебролюбии, как было у него в сердце, не изжил он его, не изжил этого, и он продал учителя своего, хотя он видел, какие чудеса он творил, что это очевидно, от Божьей силы это все сделал он. Вся Вифания знала, что Лазарь скончался, 4 дня уже в огробу был, и стал отлететь его тело. До какой злобы дошли фарисеи, когда они узнали о том, что Господь его воскресил, так они хотели не только Господа убить, да и Лазаря, чтобы он не напоминал. И это можно продолжать сколько хотите. То же самое, что слепорожденный человек. Сегодня мы слепого говорили, а тот, который слепорожденный был. Разве радовались фарисеи в злобе своей, совершенно неиство в створе? То же самое происходит и сейчас, родные мои. И мы предупреждены Господом, родные мои, мы должны это помнить, что нужно дьяволу, чтобы стадо разбежалось? Поразить пастора. Согласны? Да. Что делают безбожники? Они идут точно по этой же схеме. И вся грязь льется на священников, на архиереев, на патриарха и тому подобное. Да при чем тут патриарх? Если у него там часы какие-то не такие или что-то еще у священников, они будут отвечать перед Богом на страшном суде. Это их проблема. Мы-то при чем здесь? Архиерея или священник плохой? И что из этого? Кто глава церкви нашей? Господь Иисус Христос. И мы к Нему идем. Церковь состоит из грешников. Разве кто-нибудь из нас ангел с крылышками? Кто из нас? Вот поднимите руку. Считает себя ангелами. Никто. Как и священник. И проблемы духовные, с которыми мы боремся, и своими слабостями и грехами такие, а может хуже, чем у других. Об этом опять же отсылаю вас к шести словам о священстве Иоанна Златоустого, который говорит о страшных вещах. Действительно, если любой человек совершит что-то, приехал на машине красивой, кто скажет из людей, что вот приехал наш прихожанин на красивой машине? Никто ничего не скажет. Ну приехал, так приехал. Священник приехал. Вот тут-то, ребята, будем говорить долго и много. Он приехал на этой машине. Мы забываем одно, что еще, когда Господь был здесь, на этой земле, какая хула на Него возносилась, на Господа. Та же самая, которая сегодня на нас возносится. Почто, учитель вас ест и пьет с матырями и грешниками. Мы хорошие начальники иудейские, а он плохим. Да он же об этом сказал, что здоровые во враче не нуждаются. А вот больные, а мы все больные. Кто здоровый? Опять же, кто может сказать, что духовно здоров из нас? Никто. Мы прекрасно понимаем, что мы нуждаемся в его помощи, поэтому мы идем к нему. А получается, что написали эту сплетню, написали, и люди там, вот читаешь в интернете, там начинают, все, я в церковь больше не пойду. Думаешь, Господи Боже мой, это, а вообще ситуация та же самая, которая была две тысячи лет назад. Сначала кричали со всей мощи, асана вышних благословен, грядаи во имя Господне. Кто потом поддался пиару и такому насильственному одурманиванию фарисеев, книжников, которые кричали, что они же обвиняли Господа, что он одержимый, бесами. Вспомните. Точно как на нас сейчас говорят. Точно так же. А кричали те, которые вчера асана вышних, то есть ходили в храмы, и все. А тут распни, распни его, стали кричать. Вот как поменялось мнение. И поэтому еще раз повторюсь, родные мои, мы с вами благодарны тем нашим верующим отцам, матерям, которые в советское время, которые, когда поливали грязью церковь Христову, как только можно вспомнить атеистические разделы в книжных магазинах. Да, они огроменные были. И все книги это грязь на церковь. И что? И что? А церковь сохранилась, потому что Господь Бог с ней будет до скончания века. И те люди верные, они не обращали внимания на это. Не обращали внимания на всю эту грязь, на все то, что происходило. Да, дьявол именно пастыря поражает. Вот мы совсем недавно с вами похоронили, отпели нашего священника, который к нам был приписан не так давно, отца Валерия Усикова. Кто-то его видел. И видели минусы, которые были у него. Минусы. Видели. И подходили ко мне и говорили, отец, можно так. И я действительно переживал, что же делать. Минусы какие? Он пил. Да, вот так, такой грех у него был. Тяжелейший грех. Родные мои. В советское время он был капитаном советской армии, разведки был. Причем на майорской должности. И когда в горячей, в одной из горячих точек, в одной, он не в одной был, он когда сказал, где он был, я даже не знал такого, что мы, оказывается, наши были там в той стране. И когда окружили, почти должны были их заколоть, он тогда молился, этот военнослужащий молился тому, чтобы Господь его сохранил, и тогда он пойдет в церковь. И он, когда остался жив, он выполнил свой обет, этот человек, что Москва вызывала, потому что скандал офицер советской армии, причем находившийся в особых частях. И он священником стал, он построил храм прекрасный, кто его сгубил? А сгубили и мы сгубили. Вот мы сгубили. Батюшка, батюшка и бутылку. Мы сгубили. И как я даже нашим отцам, сейчас, когда мы поминали его, сказал, как Господь Бог, вот каждый из нас должен молиться Господу, чтобы отойти именно как отец Валерий отошел. Отец Владимир говорит, за две недели подошел, говорит, исповедуй меня, исповедовал, говорит, а таких исповедей вообще не слушал. Прямо с юности полностью свою жизнь исповедал, как чувствовал, что пристанет перед Христом. Пришел светленький за неделю до смерти и облабазались мы с ним, какие бы проблемы для меня, как для настоятеля не существовали. Слава тебе, Господи, что никаких мер мы не приняли, Господь, руку вот эту карающую как бы отвел и ушел прекрасно. Причастили мы его, ездили батюшки в больницу, ушел. Удивительно, понимаете, священник, который его обмывал и его одевал, облачал. И знаете, мы этому свидетелю, вот я держу руку на сердце, внесли гроб сюда, а он улыбнулся, и он стал улыбаться. Прямо. И все констатировали, да как же так, он в храм, вот он здесь лежал, и он на меня даже и глаз открыл, и смотрел на меня, и так по-доброму смотрел. А мы его осудили множество раз. Это его проблема, дорогие мои. Поэтому мы приходим в храм Божий к Богу, и мы с наших пастырей не смеем осуждать, не смеем осуждать, мы за ним должны молиться, потому что дьяволу их нужно поразить. И он это делает. И вот эти вот, которые там, он за стенами церковными, радуются и веселяться. Вон он на машине поехал, вон там то у него, вон это там, и все. Ты спроси, Думаете, меня не трогали таким же образом? Собирается и тут же, а у вас мы на такой машине на беседу к нам приехали. А я говорю, а ты хочешь такую машину вид? Пожалуйста, никакой проблемы нету. Получи высшее светское образование для того, чтобы служить в городе. Окончи семинарию, женись. Попроси у митрополита пустырь, как мне получилось тогда. И построй храм. Комплекс такой ты не построишь никогда, это понятно. Маленький храмик, посмотришь, что тебе Господь даст за такую, какую ерунду Он даст тебе за то, что ты сделал вот это все. И все молчание, но не начинает с этого, как вы построили такой комплекс, как вам удалось такой комплекс построить. Сразу же начинает, вот у вас такое, вот у вас такое. И начинаешь говорить, и начинаешь оправдываться, что машина старая. Ну ладно, это все такое, второстепенное. Дорогие братья и сестры, я просто призываю нас быть внимательными, особенно в сегодняшнее время. Время такое, начинающееся для нас неприятное, но вспомним начало 90-х годов, когда мы были удивлены, что смогли идти в церковь совершенно свободно, когда мы начали восстанавливать храмы. Что мы тогда вспоминали? Слова святых отцов, которые говорили, что будет время в церкви, когда сначала будут рушить храмы, а потом станут восстанавливать. Но это на малое время. Но это на малое время, родные мои. Естественное положение в церкви какое? То, о чем Господь и говорил. И жденут, и будут всякий зол, глагол на вас говорить, злословить имени моего ради. Вот это и есть истинная церковь. И единственная такая церковь, которая претерпевала столько мучений в своей истории, это именно православная церковь. И только она. Мы не можем сказать о западной церкви, что ее кто-то притеснял. Здесь притесняли ее за компанию с нами. А на западе она процветает. А сектанты в Америке живут припеваючи. Только православных резали, убивали все время и так далее, и так далее. Как бы то ни было, родные мои, это и есть наш путь спасения, на который мы встали. И мы благодарны Господу, что Он наши духовные очи раскрыл. И нам многое стало в этом мире понятно. Единственное, о чем мы должны молить и просить Его, быть твердыми своей вере, не поддаваться на агитации и на всякие другие грязные вещи, которые на нас с вами вот так бы рекут многие злые люди. Спаси и сохрани вас Господь, дорогие братья и сестры. И помогай нам Господи идти ко спасению. К Тебе, Господи, мы хотим быть с Тобой. И мы верны Тебе. Останемся. Спаси и сохрани Господь вас, дорогие. Тебе, Господь, дай. Продолжение следует...